друзья здравствуйте я нахожусь в пермакультурном центре Павловский под Харьковом мы здесь собрались дружной компанией чтобы полепить колобки сейчас я вам расскажу на основе чего они делаются М колобки и одновременно расскажу как активировать М препараты которые нужны для того чтобы кроме колобков нужно не только выбрасывать колобки в ил но еще и чистить воду который будет чистить вам воду это все достаточно получается дешевая технология понятная и доступная для всех то есть вам нужно взять какую-то емкость которая известна ее размер 19 литров в которой это будет активироваться туда мы насыпаем это бокаш или ферментированные отруби это можно приобрести на сайте лесосад такие есть либо у других производителей примерно 10 процентов под объема ну вот так сейчас я столько не буду сыпать стоит они но сравнительно недорого пересчете на этот объем это будет здесь уже отруби с полезными микроорганизмами дальше всем технология основывается на вот этом препарате м1 но достаточно дорогой поэтому можно использовать не его а вторую производную вторая производная это активированный препарат сделаны из этого потом я расскажу как у нас он называется симбиотик но и есть разные производители которые активируют их тоже довольно много фирм но этот препарат мы сами делаем я ему доверяю я могу его выпить вот и рекомендую использовать его его нужно но такой объем на 20 литров 3 процента это 600 3 процента от 20 литров это 600 грамм примерно вот выливаю еще примерно стол дальше патока это отход сахарных заводов это отход сахарных заводов лучше брать тростниковую но она опять же дорогая поэтому берем свекловичную и удешевляем этот процесс по максимуму тоже 3 процента на 20 грамм 600 600 миллиграмм на 20 литров до примерно так надо хорошо и размешать вода желательно чтобы было теплая тогда она хорошо размешивается но не горячая чтобы бактерии которые воде не погибли примерно так размешали потом на баночку вымою так теперь мы это заливаем эту бутыль так налили теперь сюда нужно добавить на 10 литров 2 столовых ложки соли это тоже важно для размножения бактерий им нужно вот это питательные вещества вернее минералы которые закрываем ее равномерно вот все у нас готовая бутыль для колобкова она может использоваться сразу если вы хотите делать это для чистки воды водоемов то она должна простоять у вас на солнце чтобы размножились прежде всего фототрофные бактерии как минимум неделю то есть ставить на солнечное место прикрываете вот этой штучкой не закрывайте плотно иначе ее сорвет тут будет она будет бродить и будет выделяться углекислый газ но открыто она тоже не должна быть потому что кислород туда не должен попадать то есть небольшое такое прикрытие вот и через неделю она станет полностью кислой то есть на вкус кислой и ну в идеале разводится для очистки воды это соотношение 1 к 1000 но это достаточно дорого получается чтобы очистить какой-то водоем если водоем большой поэтому ну мы соизмериво просто можете небольшое количество постоянно вливать воду и возникает кумулятивный эффект очистки водоема с помощью колобков и вот этого препарата активированного раствора для очистки водоема он обязательно активируется на солнце чтобы здесь было преобладание фототрофных бактерий для сельскохозяйственного препарата по-другому он активируется я потом найду возможность вам тоже расскажу как это все делается я Продолжение следует...